Внимание фотографов и телекамер для этих людей непривычно. О своей работе не кричат, но именно они звезды кубанского сельского хозяйства. Я техник искусственного осеменения, получили телят на 100 коров. Конечно, очень приятно, что ценят наш труд и вообще, конечно, приятно. Многие из фермеров на таком празднике впервые, хотя День животноводов в Краснодарском крае отмечают второй год подряд. Какого-то особенного секрета, чтобы тебя назвали лучшим, нет. Главной формулой успеха, как десятки лет назад, остается упорный труд. У коров или кроликов нет ни праздников, ни выходных, рассказывает Людмила Команова. Поэтому каждый день она рядом со своими подопечными. На новой ферме в станице Дядьковской с каждой буренки за год получили около 9 тонн отборного молока. Не просто, я вам скажу, конечно, заниматься этим, но очень интересно. Очень интересно. Я сколько себя помню со своего детства, моя жизнь проходила рядом с животными. Поэтому наша семья приняла решение заниматься животноводством, и мы все с любовью относимся к животным и делаем для них все возможное, чтобы было комфортно находиться у нас и зимой, и летом. В зале и мелкие фермеры, и работники крупных холдингов. Этот день все равны – и директор, и обычная доярка. Объединяет их любовь к труду и желание накормить мясом и напоить молоком не только родной регион, но и всю страну. Поздравить животноводов и сказать им спасибо приехал губернатор. Вениамин Кондратьев заметил, что именно благодаря людям в зале животноводство за последние 30 лет возродилось из полного упадка. День животновода – это праздник, который плотно, неразрывно связан с нашей историей, нашими традициями, укладом жизни. За 30 лет животноводство пережило разное. И вы вместе с ним. Многие из вас, вспомните 90-е годы, откровенное разорение, уничтожение ферм. И благодаря опять-таки вам, мы все равно говорим не о возрождении сегодня животноводства на Кубани, а пусть может быть не такими темпами, но его устойчиво вам развить. Уважаемые животноводы, хочу сказать вам слова благодарности – это ваш труд. Ведь животноводство – это образ жизни. На самом деле, без выходных, без праздников – это большой труд. Огромный труд, который вы вносите и в жизнь там, где вы живете, и в целом, в развитие нашего большого, сильного, мощного, агропромышленного комплекса Краснодарского края. Спасибо вам за это. Праздник! Мы расположим в Лавинском районе, выступаем на соревнованиях, на скачках уже на протяжении 16 лет. Но не так много племенных хозяйств в Краснодарском крае по коневодству, поэтому я думаю, что 5 или 6, но приятно хотя бы из них быть лучшими. Но все-таки ведущей отраслью остается производство говядины и молочное животноводство. В регионе только молока получает почти полтора миллиона тонн. Средний надой с одной коровы больше 8 тысяч килограммов, и это на тонну выше общероссийского показателя. Такие результаты, конечно, сложно было представить без государственной поддержки, которая станет еще больше. Субсидии фермерам – это стратегические инвестиции, уверен Венемин Кондратьев. Все меры государственной поддержки и виды, которые были в прошлом году, в этом году будут сохранены. Это гарантированно. И объем государственной поддержки животноводства будет увеличен двое. Примерно 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это на данный момент времени. Но я думаю, по ходу исполнения бюджета объем господдержки будет увеличен до 2 миллиардов рублей. Это только животноводство. В целом, объем государственной поддержки сельского хозяйства в крае – 8,5 миллиардов рублей. Мы инвестируем в жизнь на селе тем, кто умеет работать на земле, кто создает новые рабочие места, переработку, добавленную стоимость, налоги. Для развития села там должна работать эта государственная поддержка. По-настоящему работать, друзья, на Кубани она работает. Спасибо вам за это. Принят закон о развитии животноводства в Краснодарском крае, который позволяет существенно увеличить финансирование производства мяса у нас в регионе. Прошла зеленая неделя в Берлине, где было подписано соглашение о создании на территории Краснодарского края селекционного племенного центра, который, я уверен, даст новый импульс развития животноводства в нашем регионе. Отрасль животноводства сегодня серьезно обновилась своими кадрами. Молодежь осознанно остается на селе или возвращается туда после обучения. Способствует этому в том числе развитие инфраструктуры, строительство современных больниц, школ, открытие фельдшерско-акушерских пунктов. Для того, чтобы сделать в куторах и станицах комфортные условия для жизни, разработано сразу несколько программ. Нам принципиально важно, чтобы животновод в целом аграрий на селе был. Главное, чтобы молодежь не уезжала из села. Вот что сегодня очень важно. А если уехала, поучилась и вернулась. Поэтому для меня принципиально важна жизнь на селе. Программа и федеральная, и краевая по софинансированию комплексного развития сельскохозяйственных территорий, она должна стать одной из приоритетных. Должно быть комфортно. Конечно, это в совокупности и образования, и школы, и медицина, и досуг. Молодым и опытным ветеринарам, да ярким зоотехникам губернатор Краснодарского края вручил региональные награды. Грамоты и дипломы получили больше 60 человек. А лучшие из лучших уехали из Краснодара домой на новых автомобилях, чтобы успеть проверить, все ли хорошо у их буренок, гусей, лошадей и других подопечных. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорьева Корректор А.Егорова